Спасибо большое. Я думаю, это не тот зарезкий, которого мы знаем, да? Да. Если вы относитесь, немножко вопросов. Да, конечно. Мы собирали вопросы внутри нашей аудитории, и как бы немножко я как-то сформулирую в будущем виде. В первую очередь, в связи с тем, как вы читали, что вы читали, вопрос, который задавали не Разум Читца, вы задавали его и производителем, а вот этот книг. Насколько вы сами можете повлиять на репертуар, исполняя его? Можете ли вы отказаться, скажем, от книг, которые, по вашему мнению, книгой не являются? Да, но, собственно, повлиять на репертуар я могу достаточно относительно, и имеется в виду то, что я хотел бы записать. Потому что иногда возникают вопросы авторских прав, которые достаточно сложно решаются. Иногда то, что я хотел бы записать, уже записано кем-то другим. Поэтому в этом моменте эти темные сложности присутствуют. А отказаться, да, отказаться я теперь уже могу. Ну, собственно, вы понимаете, для меня процесс записи книг это как бы не средство для зарабатывания денег. Для меня это скорее хобби. Мне нравится это, я не держусь за эти нормы часы, так называемые, ну, какие-то другого называются, так, но я могу позволить себе все-таки сейчас уже выручить. Поначалу, когда я только начинал, там была ситуация несколько иная. Вот, и однажды мне предложили, и я записал совершенно ту и тупость, слава богу, ее давно уже не продают, название «Байки». Ну, это были такие интернетские анекдоты, байки, маразм полнейший. Ну, записал. И после этого сказал, что ничего подобного записывать не буду. В прошлом году мне предложили, я записал, значит, «Богданского вора». К сожалению, так называемые конкуренты перехватили и записали поставители Шайтана. Осталось чувство удовлетворенности у меня вот в этом время и в Белянинском тайном циске «Царя Гороха», то, что я не записал все романы. Это, ну, просто хочется, если уж делаешь работу, хочется ее завершить. Ну, тут опять же, что-то записал сам Белянин, один роман записали, записала другая история. Вот, и, видимо, на волне вот этого «Богданского вора» мне предложили какой-то текст, я даже не помню, кто это написал, что-то про «Хаджу на середину». Ну, это, естественно, не классический «Хаджа на середину». Ну, я сначала, может, обрадовался, вроде бы мне обещали, что «Да, вот это ваше, это я бы то, что к причинам привыкли». Вот, ну, когда прочитал, ну, больше дури и маразма я в жизни не встречал, извините, не знаю, кто это писал, и, наверное, нельзя так говорить о произведении человека, все равно что-то там пытался, старался. Ну, вот, у меня была такая точка зрения, что это записывать нельзя ни в коем случае, потому что, ну, дурь, неинтересно, пошло, и длук. И поэтому я поставил в известность своих работодателей, что это записывает на буду. Но, вероятно, сказали, не хотите, пожалуйста, это ваша форума. Вопрос. А как вы оцениваете сейчас политика студии звукозаписи в выборе тех произведений, которые сейчас будут выразвучены? Известно, что несколько лет назад, ну, когда только-только произвелось, убрались те произведения, которые свободны от лицензионных прав. Вот сейчас, как бы вы дали бы оценку тому, что выходит на рынок? Вы знаете, я настолько не в теме, я не знаю, что, я знаю только по поводу своей работы, что мне предлагали. Не могу ответить на этот вопрос по поводу лицензионных прав. Я вот предлагал, мне хотелось записать Хэриота. Все его книги, по-моему, еще никто это не записал. Но возник вопрос авторских прав. И поэтому делали это, отставили. Может, они, может, он записан, не знаю. Но мне сказали, что по поводу авторских прав сложно, и записать это не удалось. А саму политику кампании в данном контексте я просто не знаю. Вот еще такой вопрос, может быть, более технический. Вы, как говорите, был Белянин, был Успенский, потом вот это вот то, что вы сейчас читали, потом были какие-то странные байки, да? Везде разный язык, везде разные термины. Вопрос в следующем. Вы готовите текст, как перед тем, как читаете, вы размечаете его? Нет, я не размечаю его. Но, по крайней мере, я стараюсь, как правило, одно было исключением, что, не помню, какое. Я стараюсь прочитать то, что мне предстоит записать, чтобы иметь представление какое-то о размечании, текстном размечании. Может быть, это неправильно, но дело в том, что я же не диктор, я актер. В связи с этим, наверное, достаточно сложно режиссером со мной писать, потому что бывает, делаю неправильное удаление, бывают просто какие-то ошибки, которые у профессионального диктора, наверное, невозможны. Ну, тут влияет многое, если пишешь какой-то эмоциональный кусок, как-то захлёстывает тебя. Размечать, ну, если уж что-то совсем такое, сверх-сверх, так как приходится. Я помню, когда записывал Лема, кстати, мне тоже не очень понравилось, я не стал читать всё, потому что вот в библиотеке современной фантастики, ещё советского издания, там вот звёздные дневники Иона Тихого, видимо, были выбраны лучшие произведения из этого цикла, а тут пришлось писать всё, и что-то мне категорически не нравилось, но вот так как уже начал и в одном из, значит, путешествий, и там было такое имя, которое я вот запомнил наизусть, но когда я увидел это в тексте, у меня волосы, например, устали, как я это могу записать, не помню, как так называлось это путешествие, но там было имя. Риди, Пиди, Вити, Тоси, Типо, Типо, Блокар Тур, Тиква, Уанна, Ту, Почту, Эту, Там. Вот это пришлось разметить, и минут пять я это пытался, я это пытался, значит, сортикулировать, даже сейчас, в общем, споткнулся. Вот, а ударения какие-то я не ставлю, ну, я понимаю, что меня поправят, если надо, установят, подскажут и перепишут. этот посылок. Да, даже. То есть я правильно понимаю, что вы считаете, что роль чтеца в этих книгах это немаловажная роль, и он как раз приносит ту эмоциональную оттенку, пусть субъективно через себя, но усиливается образление. Потому что то, что мы слышали сейчас, конечно, это потрясающе, это, я считаю, вот именно действительно так и должен считать чтец, пропуская через себя, усиливая, а не просто монотонно панамарин. Да, конечно, это необходимо. Хотя должен сознаться то, как я записываю Ильянина, Успенского, это, так называемым, каноном художественного чтения имеет довольно относительное отношение, то есть это просто категорически неправильно. Потому что... Это просто монотонно. Ну, вы понимаете, артист, читающий художественные произведения, как бы... Вот я, например, каждому персонажу стараюсь придать определенные голосовые и звуковые характеристики. Этого делать категорически нельзя, когда человек стоит на эстраде и читает. Ну, ко мне это пришло внезапно. Вот когда первую пробную запись делали, по которой оценивали, буду ли я читать, записывать книги, не буду, беря как раз тайны «Царя Гороха», ну, я просто не смог там ту же Бабу Якум, того же Митяя, как-то это не обозначить. Потому что я ясно вижу эти персонажи. Когда читаю, я вообще вижу картинку эту всю целиком. И я не то чтобы начитываю книгу, я ее стараюсь сыграть, плюс ко всему. То есть, я говорю, есть чтение дикторское, есть чтение актерское, это все-таки разные вещи. И, возможно, да, я в какой-то степени выступаю с автором, автором произведения в данной ситуации, как бы встаю на его сторону, пытаюсь понять, как он все это видел, и добавить еще что-то от себя. Одно дело, когда человек стоит на эстраде, тогда, да, тут же приходится всякие мимические изображения, это неэстетично выглядит, и так читать нельзя по классическим канонам художественного слова. Но в записи, я считаю, если у меня получается это, я думаю, что от этого не страдает. Мне так кажется. Не страдает произведение, а наоборот, оно становится каким-то более выпуклым, более ярким. Я, кстати, даже в Белове я все-таки какие-то голосовые, речевые характеристики каждому персонажу присваивал. Может быть, не в такой степени, как Белянину Успенскому, но, по крайней мере, если говорить старого, то она говорит, как старуха, если говорит мужик, то как мужик, ребенок, как ребенок. Ну, я стараюсь. Мне это, как чтецу, больше подходит и помогает. Не знаю, как слушателю. Замечательно. Продолжающее, развивающее. Что такое по вашему роду книгу? Это может ли стать 100% полным организацией обычной книги? Ну, нет, думаю, что нет. Вообще нет? Думаю, что вряд ли. Я не знаю, люди, конечно, разные, но достаточно сложно, наверное, вот так вот сидеть и прослушать 10 часов. Ну, наверное, есть. Я, честно говоря, слушаю, но я стараюсь отслушивать свои записи по-любому. Но я слушаю в машине. В московских пробках это... 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 МУЗЫКА